Музыка Окей, Федук, салдаут в стадиум или отпуск с девушкой? Салдаут в олимпийском. Неплохо, окей. Оу-джи-будда, картошка при или хлеб с чаем и сахаром? Группа хлеб из Москвы. Окей, засчитано. Это была, если что, отсылка к обложке одного из альбомов. Но окей, давай дальше вопрос артистов Федук. Миллион алых роз или шмотки от Гуччи? Фух, Стон Айланд. Окей, спасибо. Девка я, как Алан Пугачев, миллионы алых роз, все твои много. Тебе, да, прямо сейчас вопрос, автобус или плацкарт? О, Джипут, расскажи нам. Ну, плацкарт это прикольно, романтика, поезд, а автобус это такие остановочки вы делаете с пацанами. Вышли там в заправочке, купили водички и поехали дальше. Поэтому я выбираю автобус. Окей, записать хит или пинать болт? Записать болт. Так, это как? Закрутить болт и записать хит. Ну, короче, безделье плохо, хиты хорошо, но часто нельзя рассчитывать на себя, что ты супер какой-то килл и хитмейкер. Поэтому редко, но метко вот так. Хорошо, засчитано. И последний вопрос, давайте с Азову обоим, чтобы каждый выбрал один из вариантов, дружба или любовь? Любовь. Любовь, да, это круче, чем дружба и между... Я люблю Федю, люблю своих друзей, убью за них, так что любите своих мам, девушек и друзей. Отличное пожелание, ОУДЖИБУДА. Окей, ребята... Это ЛАВРАДИО, ребятки, любовь! ОУДЖИБУДА сейчас ведет прямой эфир в своем инстаграме, так что если хотите посмотреть, закулись. Чем мы тут занимаемся пока, ведь играют в песни на ЛАВРАДИО, смотрите, заходите. Кстати, вопрос, который, мне кажется, интересует всех девушек Калининграда, есть ли у вас те самые любимые? Не, мы фрибой вообще, но наши сердца изнасилованы, поэтому мы отдыхаем. Когда отдыхаете, что делаете? Хиты пишете или уезжаете куда-нибудь на моря и там тусуете? Да, просто вот у нас, если есть свободные какие-то пару часов или хотя бы денек, просто стараемся просто погулять, просто позаниматься какими-то своими делами, именно отвлеченные от творчества. Окей, кстати, насчет творчества. Расскажи, пожалуйста, про песню «Моряк». Что это такое, как она появилась и, собственно, в чем смысл всего творчества? Ну, песня «Моряк» появилась совершенно случайно, я ее написал на гастролях в Минске уже после концерта. Никак, то есть перед глазами у меня не было ни много воды, никаких полосок, ни тельняшек, ни фуражек, то есть ничего такого морского, но почему-то именно в тот момент, в определенный какой-то прям временной отрезок пришли мне в голову эти строчки именно с этой мелодией, без музыки абсолютно. То есть у меня в голове родился припев сразу с мелодией, потом мы написали музыку и записали данный трек. Я, если честно, не думал, что он тоже активно так разлетится и станет даже любимым треком у кого-то, вот. Но так вышло, и моряки, может, многие негодуют, но я не для... В общем, это никак не связано с морской темой, это просто романтика именно момента такого, что можно покурить трубку, выдача моряком. Вот так. Ну, собственно, послушаем его через фармит на лунах. Лав-радио, оставайтесь с нами. Big Love Message. Привет, Сашке Зондеру. Парат, поздравляем с дипломом. Поздравляем с дипломом. Ребята, дайте... Ребята, дайте... Нужен фидбэк, короче, по творчеству Гришиному, не моему. Я очаровашка. Друзья, нужен фидбэк по творчеству ОДЖБУДА. Когда мерч? Мерч делаем уже, уже делаем, уже делаем. Так что скоро будет. На всех ближайших концертах постараемся уже угостить вас мерчем. Где, кстати, еще ближайшие концерты? В Уфе завтра. В Якутске будет у нас. В Екатеринбурге. Там еще города. Завтра в Уфе есть кто-нибудь из Уфы, ребята? Это же легендарный город. Пишите в Директ. Артурик Крем. Уфа же реально там есть... Типа самый большой в Европе перевернутый дом. Там вообще много-много приколов у всех. Уфа, Екатеринбург, Сургут. Это же уже не первый, да, Турк в России у вас? Ну, он такой, частичный. Каково это ездить в России? Ну, круто очень. Но мы, опять же, ничего не смотрим, но все равно круто. Меня мама говорит, типа, ты красава, как поэт, там какой-то, я не помню, кого она назвала. Рудова, baby. Потому что путешествуем постоянно. В таком возрасте уже всю Россию тихо уже ехали. По Европе тоже, да? У нас был концерт в Кёльне, да? И там, я вот не вполне понимаю, там... Русские, русские диаспоры очень много в Германии, вообще. Ну, то есть, тоже для русских ребят, не немцев, которые там тусят. Иммигранты. Вообще, есть ли шанс у русских артистов выйти на международный уровень? Пока нет. Пока нет, но уже все к этому идет уже хорошо, потому что, ну, есть крутые чуваки. Надо не как Дорн делать, как-то по-другому, и будет шанс. Просто, честно скажу, не, реально, там сейчас, типа... Белых чуваков, вообще, в принципе, это не круто сейчас в USA. То есть, ну, Post Malone, наверное, единственный феномен, кто... Нет, неправда. Про Симферополь неправда. И вот... Я сам не знаю, когда альбом выйдет, но презентация его точно будет в Москве. Хоть ваша Глентани бы, знаешь, прям, вот, супер выстелил на английском, прям 10 из 10 уехал бы туда с такой историей, типа, я из России, о, там, и... А вот... Вот эта шняга, это меня отлетела гильза, когда я стрелял. Гильза отлетела, или осколок от бутылки, в которую я стрелял, и теперь такой кружок. Вообще, насколько за Бугром? Что там популярнее, получается, в России? Сейчас вот трэпчик номер один за Тинейджер. Маленько из Махтест подбух. Они же там какие цифры делают за день, там сколько у них... Действительно, действительно, форму, какую вот эту? Да я иду в форму, короче, все. Иду в зал, бассейн, нет времени тренироваться. Нет времени тренироваться, очень много концертов. Вообще ненавижу эту музыку, но там... Не, у этого тоже много слушателей, это вот Типло, да, вот такие всякие. С Егором общаемся, да. Как-то... Ну, они вот ведут сейчас с... Трэп-артистами, и вот поэтому интересно всем, типа... Да, бабки, это все для лохов. Нам нужны стальные бицепсы и трапеции. Слышь ты, ёпта. Подъезжай я на радио. Я акула. В Москве немноговато, если есть концерты в Москве, то это какие-то закрытые тусовки. Ну, в Джипсе будет 8 июня, большой такой консак. Но там материал все старинный. Ну, как старинный, с новыми, конечно, треками. Мне покупать билеты в Иркутск или нет? В Иркутск. А почему в Иркутск-то? Мы в Якутск же или в Иркутск тоже. Гриш, татуха зажила у тебя? Что-то Иркутска нет, Иркутска нет пока. Новые песни, вот смотрите, закрывай глаза, вышло. Сейчас я пишу альбом, и еще выйдет несколько фитов интересных. Поэтому... Лоджи Буду с Платиной записали бэнгер. Привет, Полине Матвеевы. Этим воздухом дышу. Ну, это будет... У нас 15 секунд до эфира. У нас 15 секунд до эфира. Детка я, как Алан Пугачев. Сука, миллионы алых роз. Все, кто им ногам. Летний альбом у тебя будет. А? Летний альбом будет. Летний? Крутой альбом. Этот трек не нуждается в представлении, но это Фиду Кмаряк. Если что, кстати, он у нас в студии вместе с Олджи Буд, да? Круто, обожаю. Вот его Лайдлиб уже влюбился. Скачаю треки, буду только... На хомо. Эдлибы слушать. Окей, ребята, прямо сейчас у нас на линии есть Влад. Влад, привет. Влад! Влад, это наш турменеджер. Влад, это правда? Не ты. А и голос похож, слушай. Ребят, возьмете Влад? Старый, перезвони. Плохо слышно тебя. В телеге, в телеге. На самом деле, Влад, если у тебя есть вопросы для наших гостей, то, пожалуйста, задавай, они ответят на него без проблем. И угорают там, когда я слышу. Ну, а что, вопрос-то... Пацаны, ну, если вас там много, могли бы придумать что-нибудь посмешнее. Короче, с Филиппом нет, а вот с Игорем Николаевым, я думаю, что-нибудь будет. Влад, да, я на самом деле. Вы или ваши мамы? Я просто не понимаю. А, все хорошо. Не, ну, на самом-то деле, мамы же тоже, наверное, слушают ваше творчество. Почему нет? Не, я про то, что пацаны хотят хитовых бенгерс со старичками нашей эстрады, шоу-биза нашего прожженного. Вот, я эту тему не уважаю особо, на шоу-бизнес, именно российский и русский. Так что я за именно концептуальный, прикольный, новый звук, но не ради какого-то хайпа, не ради трендов, не ради того, что... Так, я просто говорю, я сейчас не веду диалог, я сейчас просто... А все, Влада, больше с нами нет. Вот, это просто... Есть такое видение, как бы то, что старички хотят быть на волне, а современные ребята и некоторые тоже цепляются за старое, чтобы быть как-то тоже... Какой-то эксперимент делают, в общем. Не всегда это уместно, не всегда это прикольно, вот. И надо трезво вообще оценивать ситуацию нынешнюю. Все-таки не тянуть назад, не прогрессировать, модернизировать музыку, делать ее новее, круче, звучание и так далее. Не выходить в старье. Не выходить в какие-нибудь шутки, да? Ну да, все-таки это все блогерская какая-то именно тематика, делать какие-то ремейки, пародии и так далее. Это все круто, это все нравится людям, это прикольно, это смешно, это ради фан, да. Но это творчество, но это не музыка. Это отдельный вид творчества, как юмореско какое-то. Кстати, насчет блогеров. Ты же, насколько нам всем известно, был в шоу «Плохие шутки». Был. Как это? Как вообще артисты твоего формата, которые за творчество, за музыку, как попадают в ютубовскую тусовку? А я очень люблю и просто поугарать. То есть, если вы меня встретите в обычной жизни, где-то в городе, я могу неплохо пошутить над вами. Ну, то есть, я обычный парень, который также любит ржать над чем-то, высмеивать опять же себя или кого-то без злого умысла. Так что, ну, Саша Гудков позвал меня, я с удовольствием и согласился. И с Денисом из... Кукоякой. Кукоякой. Мы сделали пару шуточек. Шутки писали не мы, это все для нас был сюрприз. Вот, поэтому некоторые были реально смешные, некоторые были довольно-таки жесткими и, на самом деле, с очень такой прям длинной логической цепочкой. То есть, надо было подумать еще над этим приколом, чтобы засмеяться. Саша, ну, готов ли ты принять участие в таком шоу, но самостоятельно написав себе шутеечки? Ну, меня скорее шутеечки фристайлом все время вылетают. То есть, специально писать шутки, это все-таки отдельный жанр. Жанр стендапа, жанр комиков, это не моя фига вообще, но я очень респектую ребятам, которые умеют рассмешить людей. Это очень тяжело. Делаем вывод, Федух, это про музыку. Он у нас в студии, в гостях Лабрадил Калининград. Мы продолжаем, если у тебя есть вопрос, звони 350-400. О, ноты. Вот эти два пацана. На свой джанр. Как они в записи-то хоть звучат? Нормально. Как мияки. Ответимый вопрос про симптомим. Федух, как он появился? Так уже же был ответ на Федух. Граффити. Давайте узнаем, как Олджи Будда появился. Это... Давайте. Кстати, ребята, вам тоже будет интересно, наверное, узнать, откуда появился псевдоним Олджи Будда. Так что заходите в прямой эфир на Гришиного инстаграма и смотрите, смотрите, следите и много не пиздите. Понял, Бэтбой, ебда? Бэтбой Диммастер. Поебываюсь, как Диммастер. В таком моем случае, это правда. Далее, ребят, приходим сегодня все к Ленинград. Клуб. Платину? Платину. С нами будет Платина. Лебать? Да. Донат. Панчик. Приди потратить свои деньги на мой пончик, Нэгэ. Только не так близко. Мне кажется, там вот так вот слышно. Хорошо, бро. Вот так вот. Пончик, Денис. Спонсор программы приклад мысль кафе-пекарня Панпунчик. Отличная новость для тех, кто любит молочные коктели. Новая акция от Панпунчика молочный бум на Северном Бокзаре. Идете по делам, тогда заходите в кафе-пекарня Панпунчик на Северном Бокзаре, покупайте молочный коктейль и получаете два классических пончика. ПАДАРОК! Капы-пекарня Панпунчик! Пончики, раз, которые вы готовы на всё! Я не знаю, что Оу-Джи-Пуда на дрипах. У нас в гостях Федук и Фанлаф. Ну, а на линии у нас Елизавета. Ализа, привет! Скажи, в чём твой вопрос? Слушай, ну, на этот вопрос мы уже сегодня не отвечали. Давай, может быть, адресуем его Оу-Джи-Пуда, да, вот это интересно, очень необычное такое словосочетание. Рассказывай, Гриша, давай. Так, Оу-Джи-Буда. Сначала был Гриша Будапешт, со времён Будапешта, потому что мы жили все в Будапеште и познакомились в Будапеште, в Венгрии, вот с Федей, там ещё у нас большая своя русская диаспора. И потом, когда я уехал, там, в Москву, в Тюмень, знаешь, это как-то естественно, типа, там звонили моим друзьям, а что вы делаете? Типа, а мы с Гришей Будапештом, мы как-то так чик-чик-чик-чик-чик. Плюс раньше же все хотели быть Серёжа Местный, Гриша Будапешт, Коля Бутовский, Бутовский, Волгоградский. Вот я был самым модным среди них. Ну, а потом, собственно, в Будапеште я жил на Буде, на стороне Буди, так как Будапешт разделён на Буду и Пешт, между ними Дунай, пролагается Дунай, протекает, прилегается, протекает. И я жил на Буде, и уже лет в 15 я двигался как Оуджи, кто не знает, что это такое, ну, как папка. Уже в 15 я был папиком, поэтому Оуджи Буду всё родилось само собой. You already know, boy. Алис, мы ответили на твой вопрос? Давай. Ну, вообще, я с самого-самого-самого-самого детства просто мне нравилось петь, что-то напевать, играть. Потом я пошёл в музыкальную школу, тоже играл. Большинство, большее количество времени, в общем, я проводил на хоре, на остальные занятия я забивал и прикидывался всё время больным, каким-то простывшим, потому что мне реально ничего не нравилось, кроме как петь. Вот. И потом это хобби, 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 хобби. И когда я уже задался вопросом, а что же мне делать всю мою оставшуюся жизнь, вообще чем заниматься, я подумал, а почему бы моё хобби не... моё хобби...